Здравствуйте, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Моя задача сегодня рассказать вам за эти 10 минут, что же произошло нового в лечении карцинома Меркеля. Что же такое вообще карцинома Меркеля? Это редкая первичная злокачественная опухоль кожи с эпителиальной нейроэндокринной дифференцировкой. И здесь я далее представила несколько клинических примеров для того, чтобы каждый из вас лучше понимал, о чем мы будем говорить, потому что с учетом редкости данного заболевания, может быть, кто-то из онкологов, присутствующих сейчас на данном заседании, и не видел этих пациентов. Здесь представлены собственные клинические наблюдения пациентов с карциномой Меркеля, которые обращались к нам в онкологический центр для консультации и для лечения. Как мы видим, многообразие клинической картины не позволяет выделить каких-то характерных особенностей для карцинома Меркеля, кроме разве что быстрого роста новообразования. И здесь, на этом слайде, представлен клинический пример пациента, у которого нам удалось добиться ремиссии с 2016 года по настоящее время на фоне химиотерапии, которая в последующем была дополнена проведением лучевой терапии. Но сегодня мы говорим уже об эффективности иммунотерапии, об определенных достижениях, которые были достигнуты в иммунотерапии при лечении метастатической и неоперабельной карциномы Меркеля. Здесь представлены сводные данные по эффективности иммунотерапии анти-ПДЛ, антитела, вилумаба, и анти-ПД-1, это пембролизумаб и не вилумаб. Мы видим, что частота объективных ответов, особенно в первую линию терапии, очень высока и составляет порядка 70% в зависимости от препарата исследования. Здесь о вилумаб изучался, на данном слайде представлена информация, как о первой линии терапии, куда вошло 39 пациентов, так и о второй и последующих линиях лечения, куда вошло 88 пациентов. При этом мы видим, что медиана общей выживаемости и медиана продолжительности ответа в большинстве случаев не достигнуты. И это позволяет сделать вывод о том, что, конечно, иммунотерапия демонстрирует обнадеживающие результаты даже у хорошо предлеченных пациентов. Это обновленные результаты 2020 года эффективности терапии вилумаб во вторую и последующие линии, где подтвержденная частота объективного ответа составила 33%. Стабилизации болезни еще порядка 10%. Таким образом, контроль над заболеванием был достигнут у 43% больных. Это вторая и последующая линия лечения достаточно агрессивной опухоли кожи. При этом пациенты, у которых ответ сохраняется более 3 лет, это 50%. То есть у тех, у пациентов, у которых нам удалось достичь ответа на терапию вилумабом, этот ответ может сохраняться длительное время. И мы видим, что у более 50% больных он сохраняется более 3 лет. И здесь представлена общая выживаемость пациентов, которые получили вилумаб в рамках исследования часть А, Меркель-200. 42-месячная общая выживаемость составила 31%. При этом, когда попытались посмотреть разницу между общей выживаемостью в зависимости PDL-экспрессии, существенной разницы выявлено не было. Но, тем не менее, пациенты с положительной PDL-экспрессией, их было 57 в этом анализе, имели тенденцию к лучшим показателям общей выживаемости и к показателю 42-месячной общей выживаемости, равной 32%. Это последние обновленные данные этого года. Еще в этом году вышла очень важная публикация, на мой взгляд, по программе раннего доступа к вилумабу. Всего было одобрено 558 пациентов. Для такой редкой опухоли это наибольшее исследование, наибольший анализ данных пациентов, которые получали лекарственную терапию. Среди одобренных пациентов были пациенты с компрометированной иммунной системой. То есть пациенты в состоянии иммуносупрессии, 33 пациента. И это пациенты были как с ВИЧ-инфекцией, так и с гепатитом, так и пациенты после трансплантации органа, и один пациент был получающий высокие дозы стероидов. Мы видим, что из этих одобренных 558 пациентов на участие в этой программе первую линию составили всего лишь 36 пациентов. Те данные, которые были опубликованы в 2020 году, включили результаты лечения у 240 пациентов, у которых подалось оценить результат, у которых были доступны данные по оценке результата в рамках программы раннего доступа. И мы видим, что частота объективных ответов также высока и даже выше, чем в исследовании часть А, Меркель-200, которую я представила ранее для леченных пациентов. И здесь они составляют 46% частота объективных ответов. При этом частота контроля над заболеванием составляет 71%. И чуть меньше эти показатели для пациентов в состоянии иммуносупрессии, но, тем не менее, эта разница несущественна. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что антипедиэль-терапия, авилума продемонстрировал свою эффективность и безопасность, что очень важно, как по данным исследований международных, рандомизированных, хорошо контролируемых, так и по данным программы раннего доступа, которая, по сути своей, приближена к реальной, рутинной клинической практике, которую мы каждый день ведем в своих учреждениях. А что же завтра? Сегодня авилума уже зарегистрирована в России. По показанию к рационам Меркеля мы можем им пользоваться. При его отсутствии мы можем использовать альтернативные антипеди, антитела, пендролизума, полиннивый лума. Но что же завтра? Что же нас ждет завтра? Давайте попробуем посмотреть. Может быть, иммунотерапия будет использоваться в качестве неоадъювантной или адъювантной терапии? На сегодняшний день, в 2020 году, вышли результаты исследования ЧЕКМЭТ-358. Это первая и вторая фазы, когда они вулумап изучали в качестве неоадъювантной терапии. При этом в это исследование вошли различные опухоли, не только карциномы Меркеля, но 39 пациентов были именно с карциномой Меркеля. Период набора с января 2016 года по март 2019 года. И анализ данных был проведен в июле 2019 года. Мы видим, что сюда вошли пациенты с резиктабельной карциномой Меркеля, начиная со 2-й А по 4-ю стадию заболевания. Старше 18 лет, с ЭКОК статусом 0,1, и с наличием либо архивного материала, либо с возможностью выполнить биопсию у пациента. Пациент получил иммунотерапию невулумабом, 240 мг, каждые 2 недели, всего 2 введения, в день 1 и в день 15. И далее, на 29-й день, пациент должен был подвергнуться хирургическому лечению. При этом проводилась оценка как радиологическая, до начала терапии невулумабом и после окончания иммунотерапии, так и морфологическая, где был оценен статус полиомовируса клеток Меркеля и статус ПДЛ-экспрессии. И последующее наблюдение на сроке более 12 недель. Возможно, в некоторых случаях опционально использовалась одевантная лучевая терапия, тогда, когда это было показано. И если вдруг в течение года было выявлено прогрессирование заболевания, то пациент мог начать снова возобновить иммунотерапию невулумаба. Мы видим, здесь представлены характеристики пациентов и результаты. Всего включено 39 пациентов, из которых 36 пациентов подверглись хирургическому лечению. Один пациент не подвергся хирургическому лечению в связи с прогрессированием заболевания, два пациента в связи с нежелательными явлениями. Всего нежелательные явления любой степени наблюдались у 18 пациентов, что составило 46%. И у трех пациентов, что составило порядка 8%, в третьей-четвертой степени были нежелательные явления. Среди 36 пациентов, которые подверглись хирургическому лечению, у одного пациента была задержка в выполнении операции более чем на 4 недели из-за аутоиммунного колита. И у трех пациентов, но на срок менее 4 недель по административным причинам. При этом медиана между первой дозой неволумовой операции составила 4-3 недели. У 47% пациентов, у 17% пациентов, если быть точными, отмечен полный патоморфологический ответ. Конечно, это действительно впечатляющие результаты. Посмотрим, как же это выглядит на каждом отдельном графике для пациента. Мы видим, что ответ наблюдался так среди полиомовирус-позитивных пациентов, так и среди полиомовирус-негативных, так и среди пациентов с наличием или отсутствием ПДЛ-экспрессии. Но, тем не менее, если мы посмотрим на тех пациентов, у которых было отмечено прогрессирование заболевания, мы видим здесь, что столбики идут вверх, то это большинство пациентов все-таки полиомовирус-негативные и ПДЛ-негативные. Здесь представлены графики результата выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости на этой подгруппе пациентов. 24-месячная выживаемость без прогрессирования составила 68% и 79%. 24-месячная общая выживаемость. При медиане наблюдения в 20 месяцев медианы как общей выживаемости, так и выживаемости без прогрессирования не достигнуты. А что же касается адювантной терапии? Здесь представлены текущие клинические исследования, которые идут. Это пембролизумапа лучевая терапия против рутинной клинической практики при первой-третьей стадии болезни, неволумапа лучевая терапия против неволумапа с эпилемомабом при третьей стадии заболевания и авилумап против плацебо при третьей стадии заболевания. Но, к сожалению, на сегодняшний день данные эти пока недоступны, мы их ожидаем и представим вам, как только будет возможность. Если вы хотите больше знать про карцинома Меркеля, то вы можете ознакомиться с учебно-методическим пособием на нашем сайте, а также с клиническими рекомендациями, которые утверждены Министерством здравоохранения, и скачать их как на нашем сайте melanoma.pro.ru, так и на сайте rosminzdrav.ru. А если у вас есть вопросы или какие-то клинические случаи, которые вы хотели бы обсудить, пожалуйста, мы открыты. Здесь данные для связи представлены. Благодарю за внимание.